Многие интересуются, что я включаю на уфроуде. Во-первых, в основном это почти всегда понижайка идет. КП перевожу в двоечку, либо в единичку. Подвеску в самое верхнее положение, если где качка есть, чтобы машина не раскачала сильно и не ударится бамперами там и прочими премудростями снизу. Спорт, чтобы пожестче было. Отключаю соответственно подушки и боковые безопасности. И самое интересное, включаю вот эту межосевую. При ее включении практически отключается система, как говорится, душения двигателя. То есть антибукс работает в полной мере, но двигатель не душит машину, то есть не избавляются обороты и машина едет, притормаживая разными колесами, но в то же время не влияет на скорость езды. Работает полноценно. Также интересуются, чтобы не порвать шрус. Чтобы не порвать шрус, во-первых, не стоит по опыту многих людей дергать машину, вытаскивать, допустим, чужую машину и прицеплять к себе трос впереди. Так как при рывке большая происходит нагрузка наперед, и все полуоси и шрусы там могут легко порваться. Потом, допустим, где-то с ходу заходим на бугорок. Я предпочитаю в конце уже подсбрасывать немножко газ, чтобы не было подкидывания передних колес, то есть отрывания от земли, а потом резкое опускание тоже происходят нагрузки и, соответственно, приводит к поломкам. На больших колесах, ну, как сказать, больших, машина себя, в принципе, 33-й переваривает колеса легко. Даже есть знакомые друзья на 35-х катаются. Динамика, конечно, немножко поменьше. Уже были замеры с обычными 18-ми, почти родными колесами, дисками, и вот с этими чуть-чуть побольше. Единственное, что еще пороги снимались, ставились родные, что в ближайшем времени я сделаю на зиму. Динамика, да, немножко на секунду, где-то полторы, может две, до соточки потяжелее идет. Вот. Разход, как бы, тут сильное. Ну, думаю, добавляется, но не сильно влияет. Какой-то износ из-за колеса я, в принципе, не наблюдал. Как еще раз говорю, подшипники ступичные и менял, как бы, на всякий случай, в принципе. Просто прочистку производил и заодно решил поменять, раз уж все полностью разбиралось. По ресурсу АКПП раздаточные коробки мостов. Что менялось? В раздатке, как я говорил, уже сальник. В заднем мосту тоже получается сальник, где редуктор подходит. Больше особо проблем-то и вроде бы на памяти не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова